1 2 3 здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать опять в моей студии по рисованию хочу поприветствовать всех наших учеников наших посетителей сегодняшнее наше занятие будет про рисование нейрографики хочу немножко еще вам напомнить потому что мои передачи уже были раньше и нейрографика это такое обширное и интересное философское и психологическое занятие который может заниматься в принципе любой человек как взрослый так и ребенок или подросток еще раз напоминаю что же такое нейрографика нейрографика это воплощение новых впечатлений воплощение новых впечатлений на бумаге с помощью линии с помощью цвета и с помощью интересной задумки исполнения ваших желаний мы учимся управлять своей жизнью это метод работы с подсознанием что же мы делаем изучая нейрографику и делая работы рисования в этой технике мы конечно делаем уверенность в себе и в своей безопасности мы рисуем уверенность внутреннюю например мы хотим что-то изменить в себе или что-то сделать еще лучше чем есть например есть здоровую пищу отказаться от вредных привычек иметь хорошее роскошное тело иметь здоровое тело и также иметь здоровые органы конечно очень сложно в определенном возрасте уже рассчитывать на здоровые какие-то части тела но попытаться в нашем подсознании изменить что-то мы обязательно сможем и если мы осознанно изменим и нарисуем то что мы хотим нарисуем наше желание мы можем попробовать таким магическим по способам из чтобы желания наши исполнились например сегодняшняя тема нашей передачи это здоровье да мы сегодня будем рисовать свое здоровье как мы будем это делать я вам расскажу немножко попозже а сейчас как правило что же нам нужно для того чтобы начать рисование мы берем простой листик бумаги мы берем цветные карандаши или фломастеры абсолютно разные можно разных цветов вообще детские абсолютно карандаши до фломастеры можно такие разные фломастеры неважно а также черный контур черная ручка или черный вот такой фломастер вот покажу немножко старые мои работы которые мы делали и напомню о том что же мы перед этим перед этим у меня было три урока и я покажу то что мы еще рисовали значит то что мы рисовали черно-белую графику да это такая абстрактная работа черно-белая графика это просто такая ознакомительная работа которую вы можете делать видите разная структура разные цвета но все в таком монохромии да только черный белый и красный какая еще была работа работа была исполнение желаний на блюдечке с голубой каемочкой очень интересная работа мы делали это и видите исполнение желаний что еще мы делали мы делали вот такую работу тоже чтобы осознать свое тело и сделать негативные мысли более позитивными вот какими-то солнечными мы привлекали внешние энергию внешнюю да вот эту положительную объединяли ее вот в такие круговороты чтобы это все завязалось но естественно нам нужно в это очень хорошо поверить если вы почитаете еще немножко литературы дополнительной допустим где-то в гугле то это очень серьезное такое психологическое занятие вот значит и вот такую картиночку мы рисовали в принципе можно будет сделать еще еще одно повторение но сегодня тема моего урока конечно это здоровое тело к почему же мы выбрали нейрографику рисунки вот эти которые мы делаем они как бы в подсознании исполняют наши желания избавляют нас от негатива одной линии одной мыслью мы придаем себе спокойствие уверенность и защищенность чем больше линий тем лучше результат у нас сегодня будет час как обычно поэтому посмотрим что мы успеем сделать за час вообще вот это вот рисование нейрографикой очень полезное полезное занятие очень успокаивает и придает уверенность и защищенность а результаты вы посмотрите потом когда пройдет какое-то время поэтому мы не стоит не стоит торопиться просто наслаждайтесь процессом и делайте то что вам нравится вот значит с чего мы начнем лучше всего начать лучше всего начать значит сегодня мы рисуем здоровье да здоровую стройность здоровые руки здоровые суставы в общем все желания которые вы хотите в эту картинку поместить мы это рисуем поэтому с чего мы начинаем я сейчас опускаю камеру вниз и покажу с чего мы начинаем абсолютно все это могут сделать еще раз повторяю просто нужно задаться вот таким желанием и терпением я это все покажу как это делается значит вот этот листик бумаги да вот рисуем свое тело вот например как я ощущаю свое тело да мое тело непонятно какой формы вот эта форма допустим да вот такая она меня не устраивает это могут быть это может быть лишний вес это могут быть какие-то проблемы со здоровьем но в любом в любом качестве до суставы там руки-ноги там сердце как угодно вот это мое тело которое я которое мне не нравится и вот теперь с этой формой я начинаю работать я рисую дизайн моей реальности вот это тело обязательно можно подписать да вот где-то в уголочке напишу что я хочу хочу иметь так и пишем здоровое стройное тело ну вот например стройное тело я хочу иметь здоровое стройное тело кто-то пишет просто здоровое да дальше второе желание я хочу хочу иметь хочу иметь хорошее хорошее здоровье так и пишем в уголочке так и пишем здоровье дальше у кого-то желание я хочу сбросить вес например я хочу сбросить вес сбросить вес я хочу иметь не знаю здоровое сердце так и пишем я пишу все подряд желание но вы пишите то что вам это для просто образца я хочу иметь здоровое сердце например кто-то пишет про свои болезни напишите я хочу иметь здоровые там почки я хочу иметь здоровые легкие я хочу иметь здоровые суставы и так далее то есть вы сами прекрасно знаете что вы хотите иметь я это сделаю в течение этого часа мы запрограммируем наши желания и посмотрим что будет происходить значит что мы дальше и обязательно нужно написать какому числу например я хочу сбросить лишний вес допустим 22 ноября это абсолютно образная дата просто хочу и допустим 2 килограмма я хочу сбросить это я пишу да если кто-то хочет допустим чтобы прошли какие-то болячки конечно не пишите да какую-то дату завтра или послезавтра ну там я не знаю от одного до трех до шести месяцев вот 2 килограмма я пишу сбросить вес и объем два сантиметра но это я пишу для себя вы пишите абсолютно свои свои вот эти желания да особенно в области здоровья и да дальше значит что мы делаем мы обозначаем данную ситуацию вот то что я уже написала что мой вес снизится на 2 килограмма и объем конечно не 60 не 90 60 90 а спустя какое-то время обязательно написать схематично я создаю визуальный концентрат своего тела вот мой например схематично мое тело я рисую лицо ну приблизительно да и какая я стройная вот у меня какая-то вот такая линия ручки да лицо хочу тонкую талию ножки и я вот этот вот вот этот вот рисую красивые ножки где-то показываю да сюда сюда вот общем совершенно схематично дальше например я вот какое-то желание загадываю иметь красивые здоровые волосы я рисую себе линиями абсолютно абстрактными вот эти красивые свои волосы и я их так схематично рисую вот такой вот тоненькими линиями приблизительно у меня получился рисуночек да вот и что же дальше что же дальше схематично создаю визуальный концентрат своего тела например вы желание вот эти записали да и нужно обязательно вводить теперь нужно будет потом вводить цвета но сначала свое тело которое я нарисовала вот это стройное вот я его выделяю выделяю опять вот такими вот жирными черненькими линиями я его выделяю делаю это быстро потому что в принципе это надо делать очень медленно не торопясь очень как бы сосредоточенно и опять таки визуализировать свое тело что я вот такая красивая здоровая что у меня ничего не болит что у меня прошли и уже хорошо действуют мои ручки ножки работают все мои органы замечательные вот я это свое тело сейчас вырисовываю вот такими толстенькими линиями жирненькими да рисую ручки где-то у меня вот здесь да образно самый главный момент этого рисования это то что обязательно линии должны быть все скругленные скругленные линии а это значит вот эти потоки которые приходят к вашему здоровому телу к вашему здоровью эти все потоки они будут не острыми да какими-то колючими они будут обязательно такими плавными красивыми перетекающими вот например хочу нарисовать себе красивую грудь да я ее беру рисую что грудь у меня очень красивая и будет она у меня еще лучше вот я себе это визуализирую и рисую также например мое какое-то желание идет да вот обязательно иметь тонкую талию и чтобы у меня ушел живот который мне не нравится да что-то мне не нравится в своей фигуре кто-то и вот это вот жирненькими линиями вот такими я все-все аккуратненько обрисовываю показываю вам близко да на камеру и вы это делать можете абсолютно индивидуально и самостоятельно вот вообще тем для вот такого рисования существует огромное количество и в общем если взять более конкретно изучить вот эту вот нейрографику то это очень интересная и занимательная вот такая психологическая вообще психологическая вот такая работа дальше вот я хочу иметь допустим ну кто-то рисует себе суставы да кто-то волосы например я хочу иметь очень красивые роскошные волосы которые мне не устраивают потому что там я допустим мало принимаю витаминов да и вот волосы у меня они стали от краски еще они перестали быть свежими так вот я хочу нарисовать себе волосы таким образом я точно также выделяю вот эти свои локоны и рисую красивые красивые роскошные волосы вот здесь вот здесь и потом сейчас немножечко спешу я покажу как надо скруглять скруглять вот эти все все контуры цвета я уже сказала мы будем использовать разные да потому что каждому цвету соответствует обязательное каждому цвету соответствует такое обязательное описание например ну вот я уже говорила чем больше линии тем лучше для исполнения желаний например вот цвет оранжевые это считается цвет вдохновения вот кому-то не хватает вдохновения тот вдохновение тот рисует себе оранжевым цветом кто-то хочет рисовать зеленые значит зеленый это цвет жизни и цвет мудрости да например это вот по цветоведению очень хорошо записано цвет мудрости это зеленый дальше идет по списку розовый например вот розовый цвет цвет нежности и вот такой вот исполнение желаний да цвет красный это цвет страсти вот и цвет цвет любви да привлекаем любовь рисуем красным красным цветом ну и синий цвет это цвет понимания цвет для такого как бы понимания себя для индивидуального раскрытия своей сущности вот значит смотрите где вот эти линии соприкасаются друг с другом то мы их точно так же еще вырисовываем и вот так вот скругляем все линии которые здесь соприкасаются не должны быть острыми поэтому все углы нашей энергии нашей привлекающих наших желаний мы вот таким образом все линии закругляем скругляем делаем как можно четче чтобы рисунок был красивый конечно линии должны быть очень такие четкие и такие как вам сказать ну не лохматые а все таки аккуратненько делать такие более-менее однородные линии вот эти линии мы все обрисовываем этот этот эту картинку вообще можно будет потом повесить в рамочку да она очень хорошо визуализируется если вы будете ее смотреть допустим каждый день вот смотрите все уголки я сравняла линии тела своего здорового я выделила вот очень интересно да получилось выделила вот тут вот я еще выделю вот тут я выделю в общем у меня практически практически я вот не вижу вот я улыбаюсь я себе улыбочку поставила да вот практически ничего не осталось у меня из острых углов что же делать дальше графически методом мы организуем свое мышление и трансформируем состояние и отношение к проблеме абсолютно без слов например я дальше что делаю значит я хочу иметь стройное здоровое тело да идеальную линию нужно сделать чтобы у меня такая была тонкая талия или такие узенькие бедра если кто-то делает себе допустим если кто-то хочет сделать себе допустим здоровые суставы значит мы берем и рисуем где в области коленки какой-то кружочек вторую коленку мы тоже рисуем кружочек этот кружочек мы делаем и вот так же точно обводим да то есть мы себе программируем таким кружочком мы программируем себе здоровые ножки вот здоровые ножки я обвожу такой образный кружочек конечно дорогие друзья если вы не будете как бы будете смеяться над этим или там не верить да ну просто развлекаться это тоже может быть тоже присутствует но вообще конечно хотелось бы да чтобы вы немножко в это поверили а если не немножко так очень даже хорошо что после такой картинки у вас ну во всяком случае ну поменяется я не знаю прям не выздороветь на сто процентов но хотя бы уйдет что-то уйдет боль какие-то страхи уйдут да от того что вы не можете хорошо передвигаться а будете передвигаться в общем что можно сказать просто нужно поверить вот опять я скругляю здесь все угол уголки да которые я рисую и здесь я получается как бы программирую на то что у вас будут здоровые ножки да вот значит я вот это вот все обрисовываю и точно так же тонкие линии у меня остаются только как такие вспомогательные которые я допустим вот как мое тело было да такое непонятно какое тело поэтому оно осталось вот в таких тонких линиях а все что я хочу запрограммировать я уже выделяю вот таким образом например я хочу иметь здоровые легкие опять я рисую круг да какой-то ну можно овал делать как хотите и вот этим вот опять четким да вот таким вот контуром я себе помечаю что у меня здоровые крепкие легкие что я осознанно не боюсь никаких болезней я здорово я красиво и вот это все я проговариваю и рисую вот таким нейрографическим способом ну мало того что это полезно так это еще интересно красиво и креативная картинка такая абстрактная креативная картинка такая вот получается да вот значит что еще допустим я хочу иметь здоровое сердце опять я рисую себе какое-то сердечко оставляю и закрываю его плотной линии значит а что дальше откуда брать эти ресурсы ну конечно из ничего они только не вне не возникают например если я хочу иметь стройное тело я бы пошла фитнес но фитнес я не люблю допустим ходить поэтому я немножко поменяю стратегию и например я буду много ходить да я буду много ходить и для этого я буду ходить на улице в любую погоду вот я пишу допустим вот для того чтобы я вот буду ходить вот опять рисую какой-то кружочек и буду писать здесь я буду много ходить да много ходить допустим еще какое-то желание тоже я пишу я буду много плавать да буду ходить и плавать где-то в бассейне когда это все откроется чтобы потерять вес потому что я не люблю прыгать и заниматься физическими упражнениями плавать плавать да допустим я буду я сокращу я сокращу свой рацион питания поменяю его поменяю вот я так и пишу поменяю свой рацион питания рацион питания ну какие-то еще я могу здесь писать очень много это пишу я свое вы пишите свое да еще что я могу там например нарисовать что если у меня там больное сердце что я могу сделать я рисую себе вот еще какой-то кружочек и пишу здесь я не буду нервничать нервничать да пишу здесь нервничать 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 я буду спокойно я буду беречь свое сердце вот это все я пишу попробуйте сделать напишите что вот допустим я буду для суставов да пить кальций витамины пить витамины витамины допустим делать упражнения делать упражнения да и конечно вот питанием очень хорошо все заменяет здоровое тело заменяет любые таблетки заменяет здоровое питание это самое важное ну вернемся к стройной фигуре да вот например для меня желание стройной фигуры картинка стройной фигуры это первый шаг к продвижению для нового здорового тела и нужно когда рисуешь это все почувствовать радоваться своему телу когда она у вас здоровое красивое и на минутку представить эту магию внутри вас открыть быстро свое подсознание и вот этот вот образный рисунок сделать выходом из рамок из вашего старого состояния сделать нарисовать вот это новыми линиями такими толстенькими ваше новое состояние да открыть вот это вот будет ваша фотография вашего здорового тела создавать образ можно также и думать про того что я красавица я стройная я здоровая и очень хорошо почувствовать это как обычно значит мы вот это все линии скругляли да вот эти линии все скругляли и нужно обязательно обычными скругляем линиями и нужно обязательно вот это вот все проговаривать и пририсовывать да пририсовывать Откуда это еще будет браться? Мы от центра, от края рамочки, от края нашей картинки, мы привлекаем себе хорошую энергию, она проходит через нас, и здесь она цепляет нас. Потом с другого края, я еще привлекаю себе энергию, она проходит через меня, все это мне облагораживает и уходит с какими-то плохими мыслями, с плохой энергетикой, она уходит. Значит, те вот эти линии, которые мы привлекаем для себя, мы делаем от края и рисуем также, их закрашиваем также вот такими линиями, еще раз переходим. Вот, это вот положительная энергия, она проходит к сердцу, она нас лечит, и она выводит, она уходит потом, выходит за рамки и далеко уводит весь негатив. И все вот это состояние, которое мы делаем, да, вот эти все болезни, мы их выбрасываем за следующий контур. Опять с другой стороны, то, что мы привлекаем, мы рисуем от края к центру. Опять вот это все мы привлекаем хорошее, да, здоровье, стройное тело, и вот оно проходит, эта энергия космическая, да, какая-то, вот она проходит через меня, она убирает мой лишний вес, да, вот, например, живот, и она оставляет только стройную мою талию и только стройную мою вот такую чудесную фигурку. Ну, дело в том, что если кому-то комфортно в своем состоянии, это другой случай, то есть если кому-то нравится ваше тело или нравится такое состояние, в котором вы находитесь, вы не хотите сбросить вес, допустим, да, то вы можете, можете просто рисовать вот эти вот симпатичные вот эти вот такие абстрактные рисунки и думать совершенно о другом, потому что, видите, мы сегодня рисуем здоровое стройное тело, если кто-то хочет рисовать, ну, допустим, на какую-то другую тему, абсолютно можете это делать. Я еще посвящу несколько уроков нейрографики, потому что это очень интересная, как я уже говорила, психологическая разборка вашего подсознания, да, и вообще такое чудесное какое-то вот такое, ну, занятие, если в это, конечно, верить, ну, вообще вера это большое-большое дело, верить нужно, конечно, и все, что вы делаете, нужно в это верить, без этого, без веры абсолютно не стоит ничего даже и начинать. Ну, вот одна линия у меня сейчас еще осталась, да, вот я еще раз покажу ее, этот поток, который негативный, я его увожу, да, за краешки, за краешки, здесь все-все скругляю, все вот эти вот линии я скругляю опять, получается вот соединение, видите, мы же ничего вроде бы не, как сказать, не программируем в плане того, что, ну, вот эти вот пересечения линий, посмотрите, как интересно они работают между собой, какие интересные получаются какие-то сопряжения, соприкосновения друг с другом, да, вот я же рисую просто, как говорится, ну, не задумываясь, а получаются какие интересные переплетения, вот, значит, я потом начинаю уже добавлять цвет, цвет, значит, цвет, как же работать с цветом, да, ну, вот то, что я говорила, цветовое решение, что можно еще добавить, ну, потоков могут, может быть разных, можно вот такими линиями сделать потоки, да, можно вот такими линиями сделать потоки, вот, значит, я привлекаю только здоровье и делаю себе вот такие линии, от края к себе, я привлекаю к себе вот эти вот здоровье, здоровье я привлекаю со всех сторон, а негатив я, конечно, убираю, можно два раза продлить, да, можно три раза прорисовать вот это вот все, здесь у меня здоровое сердце, здоровые легкие, красивая грудь, в общем, все у меня прекрасно, в это нужно обязательно верить, да, и вот эти вот потоки здоровья, процветания, да, долголетия, я себе вот так вот беру, беру и вот так вот вырисовываю, вот, попадая в каждый рисунок, я получаю то, что я хочу, я это все предвкушаю и представляю, как я буду радоваться, как мне будет приятно смотреть на себя, как я буду одевать красивые платья маленького размера, какая я буду стройная, я буду нравиться себе и я буду нравиться окружающим, и это раскручивает вселенную на исполнение моего желания, на любое исполнение моего желания, на, допустим, для кого-то это замужество, для кого-то это самореализация, для кого-то рождение ребенка, на какой-то чудесный переезд, например, быть здоровым, красивым, ну, найти партнера, ну, все желания по отдельности, это 96% сбывается, нужно обязательно собирать эти желания в альбом и раскручивать вселенную так, чтобы они исполнялись, значит, что мы делаем, продолжаем рисовать цветом, вот, например, волосы, да, я хотела иметь красивые, красивые, здоровые волосы, я беру, закрашиваю это желтым цветом, ну, можно любым, коричневым, каким угодно, даже черным, да, ну, так как черные линии, поэтому я уже не хочу использовать черный, например, вот желтый цвет я очень люблю, он меня радует, я себе рисую желтым цветом, закрашиваю вот эти вот мои шикарнейшие волосы, здоровые, да, такая вот модельная внешность, которую я хочу, здоровая модельная внешность, да, мне не надо супер стройности, но убрать то, что я никак не могу убрать, а убрать мне надо в общей сложности 10 килограммов, поэтому я здесь это все пишу, да, вот я убираю, ну, здесь я написала 2 месяца 2 килограмма, ну, потом еще может быть что-то следующее, карандаш размазывался, дальше я рисую себе вот это вот красным, да, цветом я рисую себе вот это вот здоровое тело, которое я очень хочу иметь, вот красным там, где сердечко, я себе рисую красненьким, каким еще цветом, голубой, да, я уже говорила, что синий или голубой, это мое понимание, вот голубым цветом я синим, да, давайте возьму синим, я рисую себе вот это понимание, да, вот я закрашиваю синим цветом мое понимание и мое отношение ко всему, что я делаю, да, вот здесь вот я закрашу, ну, вот этот поток сюда переходит, вот это мое понимание реальности, да, и вот здесь я еще тоже могу закрасить, здесь, здесь, здесь синеньким цветом, вот как-то проходит такое мое понимание того, что я делаю, какой еще цвет могу взять, ну, оранжевый, да, вот оранжевым цветом я продолжаю рисовать свое стройное тело, вот у меня такие красивые ножки, у меня такая тоненькая талия, я это все закрашиваю, рисую, у меня такие стройные бедра, вот здоровые, здоровые, конечно, все надо проговаривать, это несколько раз, да, вот здесь у меня ручки мои, я этим оранжевым цветом еще раз, значит, что у нас обозначает оранжевый цвет, оранжевый цвет у нас обозначает вдохновение, да, вот такое у меня вдохновение чудесное, ну, и лицо я тоже сделаю, пусть будет оранжевым, оранжевым, значит, оранжевый цвет, это вдохновение, значит,